Благословение Господне благословено от ныне и до века. Благословение Господне на вас, Бог, благодатью человека любим всегда, ныне призна и вовеки веков. Аминь. Благословение Господне на вас, Бог, благодатью человека любим всегда, ныне призна и вовеки веков. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благословение Господне на вас, Бог, благодатью тебя и измертву Христос истинный Бог наш молитвами причистое своей матери, святых славных и всеквальных апостолов, и живосвятых отца нашего Иоанна Архиписка по Константинограду Слатоустого, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, гнуменорада Невского Всероссии, чудотворца, преподобного Харикона Исповедника, преподобного скимонаха Кирилла и скимонахини Марии, благоверного князя Вячеслава Щерцкого, как же и памятный, несет и праведный Бог Отец, и Кимаи Анны всех святых, помилует и спасет нас, як благо человека любит. Великого Господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриотка Московского и Всероссии, Свято-Троицкий, Сергий, Великого Священного Архимандрита, Бог охраненную страну нашу российскую, настоятелем братьев и прихожей, святого храма, святого и все православные христианы, Господи, сохрани их нам многое века. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, в нынешний воскресный день мы с вами слышали повествование апостола и евангелиста Луки о чудесном лове рыб, которые совершили ближайшие ученики апостолы Христовы Петр, Иаков, Иоанн из Евдеев. И это событие произошло после того, как Господь говорил долгое время проповедь на земле. И поскольку народа было очень много, то он попросил Петра подплыть к нему на одной из лодок и уже с лодки продолжал вести проповедь для людей. И когда эта проповедь была закончена, то люди разошлись, он сказал, чтобы Петр закинул сети и начал ловить рыбу. Поскольку был, очевидно, день по описанию, то Петр, будучи профессиональным рыбаком, весьма удивился этому повелению, поскольку ночью они ничего не поймали, Господь знал об этом, а сейчас, тем более, днем клево должно быть вообще не быть никакого. Но по повелению Божию он так и сказал, будет, Господи, по слову Твоему. И закинули ученики Христова эти сети и вынули множество рыб. Этих рыб было такое множество, что они заполнили одну лодку, и она начала тонуть. Заполнили вторую лодку, она тоже была полна рыб. И, казалось бы, конца края этому великому чуда нет и не будет. И тогда Господь, и тогда Петр, видя все это, обращается к Господу со словами, которые, на первый взгляд, нам кажутся непонятными, слова, которых он просит Господа, чтобы он ушел с его лодки, и буквально говорит, Господи, я человек грешный, не достоин быть рядом с Тобою, покинь меня. И вот эти слова, они противоположны тем словам, которые многие говорили Христу, когда видели его силу, видели его мощь, божественную силу, которая проявлялась в этих чудесах. Так, например, когда он исцелял Гадаринского, бесноватого, когда эти бесы вселились в свиней, и все стадо утопло. И тогда люди просили уйти к Господу, но просили уйти его, потому что лишили всего богатства, и болезнь, как бы еще чего не произошло. Но здесь совершенно другое. Здесь смиренный Петр понимает все величие и силу Божией, понимает, что он человек грешный, осознает свои грехи, и понимает, что он не может быть рядом с Господом. Это подобно тому, как любой человек, живущий на земле, не может вынести определенную температуру, определенную влажность. Мы никто не можем подойти к расплавленному металлу, потрогать его, или жить в температуре, которая превышает больше, например, 70 или 100 градусов, или минус, наоборот, по Кевину большой будет. Тоже мы не можем жить. Это вот подобно тому, как мы приближаемся к нашему Творцу, в котором есть свет, сила и божественная энергия, которая может сжечь и спепелить любого человека, если его с дерзновением, без понимания своей греховности подходит к этой великой святыне, к божеству, и так не относится. Но Петр был смиренным с человеком, и именно через это его осознание своей греховности он и стал избранным учеником Христова. Вместе с тем, Господь показывает нам, что Он является Творцом природы, Творцом всего, живущего на земле, воды, океана, животных, стихий четырех, которые были им сотворены. И, конечно, мы поглазно делаем все, что Он захочет и пожелает тот момент для любого человека, и в данном случае было сделано это для рыбаков. И вместе с тем было показано, что значит наша с вами человеческая немость, когда мы жаждем иметь как бы всего больше, лучше умножать и умножать, развивать какое-то производство и так далее. Ведь Петр не попросил Господа, и не сказал ему Господи, давай еще сотвори нам несколько лодок, и мы наловим ее полной рыбы, будем жить весело и счастливо, подобно тому, как некогда купец, собравший большой урожай, разместил ее в своих хранилищах и сказал, ешь, пей, душа, веселись, но забыл о том, что Господь может в этот час забрать его душу, все это останется и погибнет, и пойдет в прах вечный. Вот это нам открывает, с одной стороны, всю нашу немощь, когда мы хотим и пытаемся чем-то овладеть, а с другой стороны, показывает великое смирение апостола Петра, который осознал свою греховность и от этого только стал ближе к Богу. Очень замечательное творение по этому поводу говорит мной прославленный святой Николай Сербский Виви Мирович, вы о нем знаете, недавно он говорит честный клик у святых, и он говорит у него слова о том, что рыбы являются безгласными существами, они ничего не слышат, они только видят, и они не могут говорить, но тем не менее, эти безмолвные рыбы услышали призыв Господа и послушались Его, и поэтому по велению заплыли в эти сети в таком количестве, что сети начали рваться, и вместе с тем он сравнивает нас, людей, живущих здесь на земле, которые все видим и слышим, и которым церковь, перечтение священного Писания всегда обращается, услышан святого Евангелия, чтение, и тем не менее мы, как безмолвные, не можем сосредоточиться, не можем услышать тот глаз, который говорит нам Господь, в отличие от тех животных, которых Он сотворил, и которые по Его повелению делают то, что им Господь творит и приказывает делать. Вот такое интересное творение написал святитель Николай и сравнил этих рыб, которые безглосны с нами, с людьми, с живущими здесь на земле, но не слышащими и не понимающие это Слово Божие. И вот когда это великое множество рыб было поймано, то апостол Петр говорит ему, отныне ты будешь являться не ловцами рыб, а ловцами человеческих душ, что и продолжал апостол Петр до своей мученической кончины. Таким образом, дорогие братья и сестры, все мы люди, здесь живущие на земле, можем делать то или иное дело, но должны понимать, что если мы это дело делаем без благословения, то тщетным будет наш труд и будут всегда являться пустыми наши сети, которые мы направляем на то или иное дело, на тот или иное улов. Они будут всегда пустые, как были апостолы Петра до того, как Господь не пришел к нему. Мы в течение десятилетия строили разные общества в нашей стране, выполняли пятилетки, выполняли семилетки, строили коммунизм, была перестройка, строили капитализм и так далее и тому подобное. Но со всей очевидностью можно сказать, что не было благословения на все эти дела от Господа, и поэтому все эти дела пошли прахом и будут тем прахом, пока народ не покается и не придет ко Христу. Удивительно то, что мы православные из древления, поклоняющиеся к Христу и храняющие эту веру православную в тот момент, когда, казалось бы, и открылись десятки храмов, да, количество бесспорно верующих увеличилось, но не в том количестве, как бы этого хотелось, еще многие-многие наши соплеменники не знают, что такое вера Христова. И в пример этому противовес, вернее, и печальный противовес хочется привести страны, которые исповедуют ислам, те наши республики, бывшие советские, в которых было также гоняние на веру, в которых также не было мечети, как у нас не было церквей, они в одном мгновении ока все приняли этот ислам и все в одном мгновении ока стали верующими, стали исповедовать этот ислам. Их мечети ломятся от народа. Это проходит только благодаря тому, что народ имел такой твердый корень, чего, к сожалению, не имеет наш русский народ. Он всегда чего-то ищет, всегда пребывает в искании, что-то сравнивает, критикует. И Господь отнимает у такого народа разум, и он не видит, что единый есть на потребах. А другие люди в противовес нам видят это, исповедуют и слушают то, что им говорят их наставники. Конечно, это не в нашу пользу, это далеко не положительный пример для нас, но, к сожалению, мы с вами, православные люди, такие. Нам всегда всего кажется мало, мы никогда твердо до конца не исповедуем православную веру, пока окончательная беда нас не постигнет и когда тяжело будет жить. А в остальном мы ведем такой вот прохладный, я бы сказал, образ жизни, в отличие от тех же самых мусульман. Поэтому есть чему в мире нам поучиться, есть чему исповедовать, есть чему стремиться, есть как проявлять свое послушание, которое посылается нам от Господа, и порой мы не понимаем его задачи, его смысл, и опять-таки по своему скудоумию пытаемся осудить о каких-то высших материях, которые, поверьте, нам далеко недоступны, а доступны только Богу, и через Божьих людей они нам в той или иной степени открываются, к которым надо прислушиваться. Всех вас поздравляю с сегодняшним праздником, причастников и причастников принятия Святых Христов в Таин. На следующей неделе праздник Прокрова Пресвятой Владычи нашей Богородицы, наш исконно русский праздник 14-го числа накануне Всевышнего ибдения, самый день праздника две божественные литургии, ранние и поздние в обычное время. Храни вас и Господь. Боже, слава и Господь. Небеси, небеси и земли царица, от святых родников наших уволняемая, дом и землю русскую покрываем. И ты по своему изображению милостивно обогащаем. ПЕСНЯ 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 Милостивно и чудесам изливаться до века. Аминь. ПЕСНЯ 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 Песня. Песня. Песня.